Девушки отдыхают Заделки, хамство, ну что еще? Потому что если делать, взялись, то должны были сделать до конца. Она даже год не простояла. Очень плохо ходить даже. Да и страшно, что по этому ходить. Как нам, пожилым людям уже. Без ног будем. Не выдержала и совсем свежая брусчатка в пешеходной зоне исторического квартала. Провалы издалека совсем незаметны. Но гуляющим здесь горожанам все равно лучше почаще смотреть под ноги. Так безопаснее. Куда хуже ситуация за пределами центра. Дыра неподалеку от улицы Стасовой зияет уже пару недель. Устранять ее, кажется, не торопятся. Ее глубина больше двух метров. Я стою на окраине. Но если, конечно, я спущусь поглубже, то меня скроют полностью. Поэтому ходить здесь по-прежнему опасно. А между тем, здесь много домов. И этот участок облюбовали местные жители. И таких ям насчитать можно десятки. В мэрии говорят, устранять их быстро не получается. Для начала нужно найти причину и виновника. Обвалиться брусчатка или асфальт может только в двух случаях. Ошибка подрядчика или дожди и грунтовые воды, которые могут подмыть грудь. Частенько земля уходит из-под ног из-за аварии на сетях. Трубу прорвало. То, соответственно, находят собственника трубы и делают ремонтные работы. Затем все сверху заделывают. Если это по какой-то причине природного характера, значит провал подсыпают и начинают за ним наблюдать. Если подвижка грунта продолжается, то значит снова делают досыпку и снова продолжают наблюдать. И так до тех пор, пока грунт там не перестает двигаться. Некоторые ямы, которые несколько дней пугали пешеходов и автомобилистов, сегодня все же начали засыпать. Вот этот провал на Вильсково образовался по дороге к небольшому озеру. Ездить и ходить по нему было просто опасно. Хрупкий асфальт мог провалиться вместе с машиной. В мэрии, между тем, дают один совет. Если увидите опасный участок, сообщите о нем в 2.05. Екатерина Любим, Алексей Овсянников, Енисеев, Новости.